Простое движение рукой, к которому люди уже давно привыкли В частном секторе это колонки, в благоустроенных квартирах и того проще, обыкновенный кран И мало кто задумывается, откуда на самом деле берется эта вода до тех самых пор, пока она не исчезает Там, где есть водоемы, все понятно Вода по трубам приходит из рек и озер А вот, например, в Сорске, чтобы найти воду, необходим вездеход Рядом с городом нет водоема и даже скважины тут бурить бесполезно Ближайший источник воды, Корчин ключ, находится в тайге, за 25 километров от города Сегодня утром тут бурильщики добрались до глубинного слоя воды Мы уже так-то добурили, только осталось подъем сделать И потом привезут трубы и насос в демонтаж, опускание, чтобы прокачку сделать скважины Скважин две, на каждую ушло по неделе, если не считать простое из-за ремонта оборудования Когда завершатся все работы, то новые скважины будут похожи на те пять, что используются в Сорском сейчас Воды хватает и сегодня, но не летом, когда начинается массовый полив огородов У нас летом возникают некоторые проблемы с обеспечением водой верхних домов города И поэтому, чтобы стабильное было уже обеспечение, решили пробурить еще дополнительно две скважины Скважины обошлись бюджету в 3 миллиона рублей Большую часть в Сорску выделил Минрегион по программе «Чистая вода» Кстати, в республике почти полторы сотни населенных пунктов, где есть проблемы с питьевой водой Так что программа будет работать и в 2013-м На ее финансирование власти республики заложили в бюджете несколько десятков миллионов рублей Александр Тимофеев, Дмитрий Корнилов, Новости, 7-й телеканал Александр Тимофеев, Дмитрий Корнилов, Новости, 7-й телеканал